На фоне этих проектов, мой проект действительно такое развлечение, наверное, для всех и каждого. Месяц назад я заявляла о себе как капитан по теме интернет-предпринимательства. И сегодня я хочу углубиться насчет одной темы. Три проекта я освещала месяц назад и по одной теме, которая бурно развивается не только у меня, но и во всем. И, кстати, в комментарии или в поддержку Оли, ровно год назад я написала заявление об уходе, и вот я счастливая и безработная почти год, 4 октября, это будет ровно год, и меня снимут с учета из службы занятости. За этот год я, можно сказать, на 90% реализовала две цели, которые поставила год назад. Вот такие коучинговые, экзистенциальные, что ли. Вот один из них, это бизнес в интернете, то есть ноутбуки, чтобы можно было уехать и оттуда работать, и чтобы это привело, принесело удовольствие. У меня, если коротко, три проекта. В прошлой записи месяц назад нужно посмотреть. Один инвестиционный, и второй баннерная реклама в интернете, баннер с брокером. И третий, еще один тоже интернет-маркетинговый проект. Все они, ну так я и назову их, интернет-маркетинговые. Вот, я хочу год продлина. Глубже, то есть и почему я именно хочу вот про это, еще акцентировать, потому что хочу призвать людей, то, что проведено мной и моими партнерами, обратить на это внимание, скажу. Баннер с брокером, это рекламная ветвь компании Яху, известная в интернете, как конкурент Гукла. Мы работаем, в том числе я, как участник, что ли, и владелец активов вот этой компании. Мы покупаем баннерные площади в интернете разных размеров, которые имеют какой-то долларовый эквивалент. И покупаем трафик сюда. И в результате получается 100% прибыли после того, как эта планель заработает. Значит, баннер с брокером сюда находит рекламодателей. И это уже не наша забота, наша забота. Заходить два раза в неделю на часок в этот свой бэк-офис, смотреть, что там изменилось, какие из этих панелей закрылись, и делать выбор денег, покупку новых или что-то, как-то в хозяйстве порядок наводить. А еще одно преимущество вот этого всего хозяйства, это для владельцев бизнеса, для тех, кто имеет свои сайты. Например, вот, например, как у Коли и Драконь, как твой будущий проект «Я мастер-любизданова» и еще какие-то. Потому что мы не только как можем покупать эти площади, но свое на льготных условиях рекламируют свои три бизнеса, любые. То есть мы здесь управляем, вот как если в Яндекс.Директе мы размещаем тематика, число показов, регион, где это происходит, но только там кто-то эти управляет. А здесь мы свое на льготных условиях размещаем свои баннеры, и это очень интересные получаются и доступные. То есть это бизнес и для домохозяек, и для бизнесменов, и для детей, и для кого достаточно простой и быстро развивающийся. Этому проекту еще нет двух лет, но в какой-то момент может закрыться число участников. Это небольшая партнерская программа, то есть если кто-то хочет быть со мной партнером, то есть я курирую и обучаю обучение, даю полезные ссылки, извещаю о новостях и некоторые бонусы от компании за это получаю, а именно часть трафика, который задействовала вот в ваших этих панелях. Еще одно преимущество, это может быть вот что-то созвучно с Андреем Жуковым. Это азарт, что ли, вот в этом, именно вот в этой игре. Я это называю, как раскладывать пассианс, вот моя малая пассианса, а тут тоже вот эти интересные какие-то стратегии, которые можно использовать для того, чтобы решить так расчет, задачку. На Россию это привел выпускник нашего Матфака университета, который живет в Англии, работает программистом, вот и он там фильтрует на западном рынке интересные такие проекты и через своих друзей сюда приводит. И это еще одна возможность изучать английский язык, потому что вот Родион ушел, Родион тоже мой партнер. То есть у меня сейчас в этом проекте 7 партнеров, и Родион, поскольку он свободно англоязычный, он слушает конференции на английском языке. В России еще нет представительства этой компании, но в будущем будет так, есть уже 7, по-моему, странах. Можно вопрос? Размер заработка, который здесь возможен? А, вот я про свой, да, пример. Я зашла на 1000 долларов и через 4 месяца, сейчас, 4 месяца, у меня 18. Я еще не выводила. 18 тысяч долларов. Да, у меня наработано сейчас активов 18 тысяч. Я не выводила еще, но я уже буду выводить вот с октября. То есть у меня уже, пока у меня есть наш прожитель, нет. Я правильно понимаю, что ты можешь сейчас вывести все 18 тысяч долларов? Я могу 9 вывести, потому что 9 у меня в активах панелька. 9 тысяч долларов ты сейчас можешь вывести. А можно еще вопрос? Да. Вот такой вот, вот, ты точно уверена, что ты их выведешь? Откуда ты знаешь, что тут можно вывести? Ну, потому что, то есть те, кто мои, пятнеры, вышестоящие, то есть эта дама, она здешняя новосибирская, и нет возможности прийти на бизнес-клуб. Она зашла в феврале, она ежемесячно выводит 500 долларов, но не потому, что ей возможно только 500, она еще из других выводит по 500, а потому что она наращивает обороты. То есть очень важно вот зайти и нарастить вот эту вот критическую массу, самовоспроизводящую себя, когда ты можешь выводить себе средства без ущерба от вот этого хозяйства. То есть сейчас у меня вот столько, почему я не выводила, столько накопилось, что я уже могу, на самом деле я могу уже тысячу в месяц выводить, но это будет некоторый ущерб, а от 500 я могу без ущерба. А какие все-таки гарантии безопасности? Это официально регистрировано в Торонто-компании, есть все ссылки, документы, рейтинг. Вопрос, на самом деле, откуда в этой системе берутся деньги, если механизм в основном за счет туда входят партнеры, это одно, а если там продажи рекламы идут, эффект, 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 эффект. А что значит вышестоящий партнер? Ну, то есть пирамида есть, конечно. Это не пирамида, партнерская программа. Партнерская программа. Строгая. Да, да. Ну, весь мир с сетевого бизнеса. Ну, то есть это к вопросу безопасности приводит. Так, подожди, первый вопрос. А деньги такие? Например, я покупаю панель, а на панель с брокер приходит клиент и говорит, прорекламируйте мою гидропонику. И дает им деньги. Может быть, есть соотношение в этой системе, сколько денег в эту систему приходит от продажи рекламы и столько приходит от новых партнеров? Соотношение. То есть за счет чего все-таки эта система живет? За счет того, что приходят партнеры и там создают эту пирамиду, либо за счет продажи рекламы? И там есть соотношение? Я не могу вот так четко ответить на твой вопрос, но вот этот вот человек наш с нашим отфакцией привел сюда, он сделал программку, которая посмотрела, где размещены вот эти наши площади. Потому что у каждой панельки имеется кодовый номер. То есть на фейсбуке, на уважаемых ресурсах надежных, там вот эти наши, наша собственность, она размещена. То есть ты можешь показать, где на фейсбуке есть, скажем, твоя панелька? Я не могу показать, но вот есть программа, с помощью которой можно это посмотреть. Получается, сколько по времени этот рост занимает? Это понял, ты вкладываешься в какое-то маленькое, ростишь и потом в два раза больше получаешься. Правильно я понял? Если ты входишь на 300 долларов, то есть зависит от твоего входа, то ты через 6 месяцев можешь выводить тысячу, реинвестируя 100%. Все деньги получат. Я не в деньгах, а в смысле, да? То есть ты нарисовала 100%, а там у тебя не 100%, а там другое, да? То есть объясни, 100% это что? Ну, это значит, например, минимальная панель, рекламная площадь, она стоит 10 долларов. Она работает 3 недели, и вместо нее нарождается еще одна панель за 10 долларов. Плюс тебе на кошелек падает 10 долларов. А та, которая была, она остается? Она остается, там она где-то числится, что у тебя наработалось столько года. Тогда мне скажи, пожалуйста, а вот этот баннер с брокер, ну почему не может сам с этим заниматься? То есть что вы такого будете? Это, я начала с того, что это конкуренция к Гуглу. Я так понимаю, ну я уж как рекламирую, это мои личные домыслы, что таким образом оно себя рекламирует через партнеров. Это Яху, да? Это Яху. Это Яху. И оно рекламирует с Яндексом и Гуглом. То есть оно рекламирует себя таким образом, потому что, вот я пришла здесь, вам рассказала, может быть кто-то из вас свой сайт разместил именно с помощью этой компании. У них цены другие, там. То есть, как говорится, это основное привлечение партнеров, которые будут приносить деньги в данную? Я думаю, это одна из задач. Моя задача – работать интересным заработком. А минимальный вход в систему какой? Минимальный – 55 рублей. Но это будет долго, если хочешь поиграть. Можно зайти просто без денег, регистрироваться и в этом бэк-офисе походить. То есть, тогда ты имеешь доступ в бэк-офис. 55. Тогда максимальная ограничена, да? Возникает вопрос, а в чем, например, бесплатно туда зайти и зарабатывать деньги? Если эта деятельность приносит пользу системе? То есть, вопрос такой, если твоя деятельность по управлению этим панельками, она приносит системе пользу, да? Она приносит систему пользу производительность по управлению панельками или нет? Конечно, она рекламируется. Ну, конечно. А почему нельзя тогда зайти туда за бесплатно и управлять панельками, приносить пользу системе? Почему? Тебе деньги нужны, чтобы панельки купить. Нет. Если система, грубо говоря, вот есть водитель, который… То есть, есть автобус, да? Вот ты заходишь в автобус как водитель, ты управляешь автобусом, он везет. Да. Ты можешь не покупать места, если автобусу нужно, чтобы ты его вела, могут тебе бесплатно допустить автобус, ты будешь идти и заработаешь при этом. А эта система требует, чтобы ты с деньгами туда зашла. А, слушай, мне такая, деньги нужны, чтобы купить панели. Моя работа… Панели, они уже есть в системе. Ты у кого покупаешь панели? У компании. Так у компании денег нет? Ну что? Это фильтр, чтобы убрать неадекватный. Убери деньги вообще, там мусор просто появится. Ну, почему? Я закупила столько панелей, мой сосед закупил меньше. Вот, как бы, разница. А что будет происходить все-таки с вышестоящими партнерами, когда у тебя происходит деятельность? А, у вышестоящему падает 50% от моего трафика от тех панелей, которые я запустила. А трафик, что такое? Трафик – это показы, число показов баннера, вот это говорит. Так, а за этот трафик тоже планирует? Этот трафик либо я покупаю за деньги, либо мне точно так же поставляют нижние партнеры. Ой. Ну да, вот, допустим, я вот нахожусь вот здесь, да? У меня здесь есть вот вышестоящие. Я запускаю, 50% сюда идут, а мои партнеры запускают, 50% от них не идут. Что является вот этим продуктом, то есть, понимаете, что продукт это есть? Продуктом, реклама, вот стоят на дороге столбы с вот этими баннерами. А за эксплуатацию этого баннера кто-то платит деньги. Вот я покупаю вот эти вот крошки, вот этот столб с этим там. А кто-то придет и захочет туда свой плакат, баннер разместить. То есть, я собственник. А в чем работа-то заключается? Работа заключается в управлении вот этим офисом. То есть, какие стратегии того, что ты успешно управляешь этими делами? Ну, во-первых, я должна соблюдать правила, которые установлены компанией. Там есть некоторые правила, что нужно ежемесячно делать то-то и то-то, да? То есть, не меньше, чем ты в прошлый раз. То есть, как понять, то есть, от того, что ты делаешь, зависит от твоих заработок или не зависит? Да, это зависит. А от чего он зависит, мой заработок? Так вот, ты туда линии вложила? Ну, если три человека, допустим, кто-то вложил столько, да и другой столько. Ну, они действуют по-разному. У них заработок разный может быть, да? Ну, я навожу порядок вот к этому офису. Вот я на днях проснулась, несколько дней назад, среди ночи, посмотрела, у меня упало 650 долларов на кошельник. Моя работа в том, чтобы правильно распределить это. Я смотрю, у меня, например, трафика мало, я его прикупила, зарядила. Я смотрю, у меня много, значит, этих маленьких панелек, а там есть такое правило. Три маленьких можно на более высокую обменять на одну. Я смотрю, мне вот нужно сюда добавить. Значит, я это меняю. То есть, некоторый такой интеллектуальный минимальный. Напоминаю, я говорю, счастливый фермер. У меня тут виртуальная. А ученица его продал, заработал денег, нужно прикупить еще виртуальной земли. И еще вырастить виртуальную ученицу. Я, наверное, счастливая, я не играю вот в эти фермеры. Я вот в эти. Я поддерживаю вопрос Николаю. Смотри, две хозяйки, да? Одна порядок на воет, а вторая живет в беспорядке. Вложили одинаковую сумму. Разница в деньгах сколько будет? Ну, большая, я думаю, раз в пять. Потому что она закинула этот огород, у нее там заросло. Я от этого хотела? Да, посмотрела, значит, эта компания. Там ничего не делается, я из-за была первого лета. А какую пользу системно получает та компания, Яхо, как ты думаешь, какую пользу системно она получает, кроме тех денег, которые инвестируются участниками? Ну, я думаю, она пиарную такую роль. Кроме пиарной? А кроме пиарной? Ну, я думаю, они деньги хорошие получают от рекламодателя. Оля, а как они тебя туда заманили? Через что? Как они это сделали? Ну, я год назад, одна из моих коучинговых, эссенциальных целей была бизнес в интернете. Я хочу из дома работать в то время, когда мне удобно. Когда у меня, я выспалась. А сколько времени занимает этот процесс? Ну, вот я и сказала, два раза в неделю по часу. Ну, раз ты деньги оттуда не вводишь, значит, в принципе, тебе бизнес в интернете и не нужен оказался. Почему она? Почему нет? То есть, раз она не выводит, раз она без них же. Нет, собирается выводить. Я заводила, то есть, я заводила, чтобы вот эта критическая масса у меня наросла, до той степени, как я могу выводить. Сейчас я жду их пластиковую карту, которая международная, то есть, она именная, и где я буду из любого банкомата брать деньги. А не так, как происходит сейчас, когда мой банк мне звонит и говорит, а вы куда это 20 тысяч перевели? А я заплатила за подругу, ее маме, в другом городе за квартиру. Меня попросили так сделать. Оказывается, банк проследил, что я на какую-то жилищную, ну, да, я не знаю, какое-то ее лицо переводил денег. Я должна очиться. Оля, сколько времени прошло с того момента, когда ты первый раз про это услышала и внесла туда тысячу долларов? Ой, полтора месяца. Полтора месяца, да? Ну, да, полтора месяца, но тогда я была занята другим делом. Это мне не важно. Нет, это было очень важно, потому что у меня был 21 день жесткий тренинг. Вот, может, кто-то помнит, я рассылала в поддержку у меня про голосование. Было, голосовали. Да, мне просто было некогда. И только я закончила, в принципе, я вышла, 2-го числа я зашла. То есть, это практически полтора месяца? Нет, полтора месяца ее уговаривали войти. Нет, меня не уговаривали, у меня это было на участие. Но я человек как осторожный. Тот, кто мне сказал, я еще захотела более другие подтверждения. Я познакомилась с тем, кто его пригласил, удостоверил все так. Проверка посмотрела, честные глазки и решила, что подойдет. А вот из твоих, кто портовые партнеры, они уже выводили деньги? Да, у них не столько много, но они выводили, чтобы показать своим людям, потому что там очень пустится-то все. Сколько в Новосибирске этих... Вот этих планет-проферок? Я не знаю, где это правильно. Так, я не знаю, сколько в Новосибирске. Это надо как бы опросить. Я могу сказать, сколько у меня. То есть, вот у меня, в моей семье, вот в этой линии у меня 7, а здесь, я думаю, ну человек 20, я думаю. Потому что если... Простите, эксперимент. Все в Новосибирске, у меня есть и деньги, и посмотреть, что из этого получится. Люди, которые... Ну, в том числе, Людмила Семенова, это тоже мой партнер, у которой там такой огород. Она это все проанализировала, вопросы позадавала. Она сказала, что это очень перспективно. И под ней люди входят с очень большой суммой денег. Ну, то есть, как бы, если ты хочешь быстро доход получать, нужно ей ввести так сразу. Как в классическом сети, он нашел себе хорошего под собой? Где он тянет? Ну, я рассказываю, это просто... Да нет, он не тянет, но он помогает. Ну, а одному нужно. Ногу-ногу не создал, такое мощное. Ну, это будет больше. Как оно там называется? Нога мощная. Можно одному двигаться? Ну, а зачем жадничать? А сколько ты наверх отдаешь? Я не отдаю деньги. 50% трафика от того, что от панели я запускаю. Трафик же покупается потом, да? Его можно купить? Трафик, он покупной, и он приходит еще от моих партнеров. Да, да, да. Ну, если вот трафик перевести в деньги, да, и на проценты, то сколько процентов? Я не могу сейчас посчитать тебе, я вот посчитаю. На самом деле, странно, то, что рекламный рынок, он все равно ограничен. Рекламный рынок не ограничен. И чем дальше, тем оно больше. А потом, он же не в российском интернете в основном. Да, и любой рынок ограничен. То есть, в основном, буржуи покупают, да? Я формат. На буржуи в этом рынке, да? Ну, это самарская компания. Тебе же не критика сейчас, да? Тебе же не критика сейчас? Формат, формат. Нет. Ты же хочешь получить? Я, как оправдывал. Капитан, как называется формат выступления? Вступление капитана, да. Вступление капитана, да. Ты рассказываешь о том, как двигается твой проект. Да, я рассказываю. Вовлечь и завербовать. Я не вовлечь, не завербовать, я хочу рассказать вам. Коля, вопрос такой. Значит, почему, если это такой эффективный бизнес, туда не заходят люди, допустим, с миллиардом долларов не заходят? Там ограничение 5 тысяч долларов. Вопроса экспертной поддержки не было. Ну, не было. Ну, не было. То есть, я отвечаю на вопрос. Может, и входят миллиарды. Я, например, подписала под себя свою дочь. И я ввожу сама свои деньги. Мне это выгодно. Ну, что ж, Ольга. И так, может быть, например, Андрей, если всех своих фирмопрограммистов туда подпишет, ему будут это очень круто. Корпоративные пакеты. А не очень. Один из навыков, который мы в клубе так или иначе взращивается, это радоваться за других в их успехах. И то, что ты за время клуба, то есть, я помню, какая ты приходила вот немножко такая вот, у тебя не получалось, увоняли. Мы к тебе приходили в гости, в дом ученых у тебя проходили. Я разговаривал с твоим начальником там. И там, короче, все вот это вот было. И потом ты вот в какой-то момент исчезаешь, а потом появляешься счастливая, радостная, прям такая, прям полная энергии и делишься вот своим счастьем. То есть, прям просто это вау. В этом смысле, да. В этом смысле, кстати говоря, я хочу сказать, что соблюдены все три условия национальной идеи. То есть, ты имеешь право на процветание и ты его, вот, ты никого не трогаешь этим правом и никого не ущемляешь. Принцип два. И, собственно говоря, ты предлагаешь другим, ну, вот принцип три, присоединиться и поделиться то с этим. Ну, как насчет Барберс-Пропель, как национальная идея? Ну, он, вот Родион, который ушел, он, поглядев на это все, он уволился с его клуба юных техников и сказал, ну, где Ольга там? Ну, Ольга, очень интересно, очень интересно, то есть, это уже такой один из проектов, в котором было начало, идет активное продолжение. Очень интересно, чтобы ты пришла и сказала, сколько денег ты, ну, прям вывела, вот, прям уже, ну, так вот, вывела деньгами. Хорошо, на следующий раз. Да, то есть, в этот момент, ну, то есть, и это все просто, что бы ты ни делала, ты зарабатываешь деньги. Ты не воруешь, ты делаешь, и у тебя появляются деньги. А, на следующий бизнес-клуб я не расскажу вам, сколько я вывела денег, потому что будут на отдыхе. Правильно, тратите. А вот в ноябре я скажу, сколько я вывела. Хорошо, что было для тебя ценность сейчас? Для меня ценного было, что я сейчас выступаю третий раз перед чудесной красной камерой. Я держалась гораздо свободнее. Ценность было, что я вижу улыбки, интересный вопрос. Ценность было, что опыт. И, наверное, самое ценное, что я укрепляюсь в своей уверенности, в верности вот этого пути и вот этой рекомендации. И вообще вот этого образа жизни, да, вот этого образа жизни, который перекликается со многими старыми проектами, про ту жизнь, которая, вот, как я могу сказать, моя роль во мне, да? Вот, то есть, моя роль, вот я захотела год назад, в июле, я думаю, вот когда нас в доме ученых поспутили на месяц в отпуск без собежания, и я поняла, что как бы жизнь-то зашла вообще на самом деле. Я думаю, а что бы я хотела, вот сейчас, на самом деле, шанс начать жизнь с чистого листа. То есть у меня, год назад, ничего бы не было. И вот одно из этих, я думаю, что жизнь с чистого листа, это моя роль во мне, что бы я хотела на себе, как на чистом листе нарисовать. Но это было первое. Ну что ж, спасибо тебе большое за твой проект, и у тебя. Спасибо тебе большое.